Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. У выпускников российских школ сегодня начались госэкзамены, как организована безопасность во время сдачи ЕГЭ. Комфортная спортивная площадка и новое асфальтовое покрытие. В Самаре по адресу Крайняя 12 благоустраивают двор и прилегающую территорию. В Самаре модернизируют около 27 километров теплосетей. В городе продолжается подготовка к отопительному сезону. В Самаре завершается укладка асфальтобетонного покрытия на Южном шоссе. Минувший ночью рабочие нанесли асфальт на основное полотно дороги. Осталось отремонтировать подъездные пути и съезды. Они не загрязняют воздух, помогают объехать пробки и укрепляют здоровье. В Международный день велосипеда узнаем, как выбрать двухколесного друга. Самарская область примет участие в проекте по глобальному интернету. Об этом говорили на Петербургском экономическом форуме. Делегация 63-го региона провела встречу с одной из крупнейших компаний, которая по заданию правительства России будет разрабатывать этот проект. Участие региона в проекте обосновано. В Самарской области строят средства выведения спутников на космическую орбиту, разрабатывают спутники и наноспутники. Участие в проекте даст мощный толчок к развитию вузовской науки и практический результат для всей страны в виде глобального интернета, который будет доступен в самых труднодоступных местах и в тайге, и в пустыне. Кроме того, в Самарской области рассматривают возможность появления нового масштабного производства лекарственных препаратов. На форуме состоялись переговоры о реализации проекта с одной из крупнейших фармацевтических компаний страны. Впереди еще два дня плотной работы, множество встреч и подписание ряда соглашений с крупными компаниями, а также подведение итогов экономических успехов регионов в минувшем году. В частности, ожидается презентация регионального инвестиционного рейтинга. Место региона в рейтинге – важнейший ориентир для бизнеса при выборе площадки для реализации инвестиционных проектов. За три последних года Самарская область улучшила свои позиции в рейтинге более чем на 40 пунктов. Сегодня самарские 11-классники сдали первый госэкзамен. Это испытание по одному из обязательных предметов – русскому языку. Обеспечить максимальную безопасность школьника в пунктах сдачи ЕГЭ – такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров. Как с ней справились, узнала Мария Левина. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу проработать безопасность в самарских школах, особенно в период сдачи единого государственного экзамена. Ни в коем случае здесь нельзя останавливаться на достигнутом и снижать птиц. Наша задача – предупреждать возможную угрозу террористического характера, гративно реагировать на все тревожные сигналы и штатные ситуации, работать на убреждения и, конечно, продолжать системную работу по техническому оснащению. Дети, родители, учителя должны чувствовать себя в полной безопасности. Сейчас видеокамерами оснащены более 60% учебных заведений. К концу года все самарские школы должны быть оборудованы системой видеонаблюдения. Сегодня выпускники сдают один из обязательных экзаменов – русский язык. На одном из самарских пунктов аттестацию проходят 160 человек. Помимо камер видеонаблюдения, которых здесь установлено 40, как в самой школе, так и по периметру прилегающей территории, на входе к двум уже имеющимся добавились два дополнительных металлодетектора. Сама школа проверяется регулярно и на требованиях террористической безопасности, и сам пункт ЕГЭ непосредственно и перед проведением процедуры экзамена проверяется соответствующими службами, и все аудитории проходят, в том числе и техническую готовность. Государство в государстве. За пунктирной линией заканчивается территория школы и начинается площадка пункта сдачи экзамена. Пройти сюда, если личных данных нет в списках, невозможно. Даже охранник, который несет службу в метре от пограничной линии, за ее пределы ступить не имеет права. Тут очень все хорошо оснащено. На входе находится физическая охрана, находятся детекторы металлоискателей. По всему зданию, на всех этажах находятся видеонаблюдения. В общем-то, здесь и, конечно же, безусловно, мы говорим о организаторах, которые тоже несут часть ответственности за здоровье и жизнь детей. Поэтому я считаю, что пункт оснащен достаточно хорошо. Меры безопасности здесь соблюдаются не только в дни сдачи ЕГЭ, но и в оставшиеся. В школе установлена умная система «Безопасный город». Сим-сим, откройся. Но с этим турникетом не все так просто. Попасть внутрь может лишь человек, который есть в базе данных. Эта система считывает по лицу. Кроме того, в базу данных внесены преступники, которые сейчас находятся в розыске. Если вдруг кто-то из них окажется в фокусе внимания вот этой маленькой камеры, то в считанные минуты в школу прибудет отряд полиции. Все образовательные учреждения в Самаре сегодня оснащены тревожными кнопками, металлодетекторами и системой противопожарной безопасности. В планах к 2023 году оснастить их системами оповещения об эвакуации, отремонтировать ограждения по периметру школ и вузов, там, где это необходимо, и абсолютно во всех школах региона оборудовать посты охраны. Справиться с этими задачами Дмитрий Азаров поручил до нового учебного года. Мария Левина, Николай Сидоров. События. В Самаре полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. Сейчас в работе 12 участков. 11 июня масштабные работы по перекладке теплотрасс начнутся на проспекте Кирова, в районе улиц Мяге и Мариса Тереза, на перекрестке улиц Печорской и Авроры. Работы продлятся до 15 июня. Как будет организовано движение в эти дни, расскажет Ольга Хомракулова. Готовь теплосети летом. В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. По всей области в этом году обновят около 70 километров теплотрасс. Это не менее 140 километров труб. Из них только в региональной столице модернизируют теплосети протяженностью порядка 27 километров. Это стало возможным благодаря вхождению Самары в ценовую зону теплоснабжения, переходу на модель «Альтернативная котельная» и увеличению финансовых вложений. Сейчас в работе 12 участков. После 15 июня подрядчики возьмут в работу еще 20. А в конце месяца к ним прибавится еще 22 адреса. Таким образом, количество участков перекладок тепловых сетей может увеличиться до 58. Об этом стало известно на городском оперативном штабе под председательством первого вице-мэра Владимира Василенко. И в понедельник к исходу дня у меня вся проблематика под объемом, который мы сейчас проговорили, должна быть. Так, 11 июня для перекладки теплотрасс на проспекте Кирова, на перекрестке улиц Мяги и Мариса Тереза, а также на пересечении улиц Печорской и Авроры ограничат движение автомобилей и общественного транспорта. Меры коснутся следующих отрезков. На пересечении улиц Мяги и Мариса Тереза движение транспорта по улице Мариса Тереза будет полностью закрыто. Для объезда возможно использовать улицы Партизанскую, Гагарина, Революционную, Волгина, Аэродромную. На пересечении улиц Печорской и Авроры движение транспорта по улице Авроры будет полностью закрыто. Для объезда можно будет использовать улицы Гагарина, Революционную, Советской армии, Карвышева, Антонова-Овсеенко, Гаражную. За длинные выходные работы будут окончены и к началу новой рабочей недели дороги откроют. А на проспекте Кирова полностью перекрывать движение не будут. Там обустроят выделенную полосу. Таким образом, с 12 ночи 11 июня до 4 утра 17 июня движение здесь будет ограничено лишь частично. Для объезда рекомендуется использовать улицы Ветлянскую, Кабельную, Береговую, Земица. Также в эти дни на проспекте Кирова будет закрыто движение трамваев 8 и 25 маршрутов и троллейбусов номер 8, 12 и 13. Они будут доезжать до своих узловых станций, которые находятся на заводском шоссе. В связи с этим специалистами нашей службы пути будут произведены работы, связанные с демонтажом рельсы, с демонтажом шпала. Потом, ближе к 15 числу, когда данная работа полностью все выполнена, опять наши специалисты уже приступят к монтажу. Также будут уложены новые шпалы, также будут установлены рельсы. При этом замена изношенных трамвайных рельсов идет в разных районах города. Работы были предусмотрены и на путепроводе Кировский. А на этой неделе специалисты муниципального предприятия ТТУ начали ремонт на Новосадовые в районе Самарского филиала Третьяковки. Работы по замене рельсошпальной решетки будут выполнены в оба направления на участке в границах проспектов Масленникова и Ленина. Для удобства горожан трудятся по ночам. Планируется и обустройство остановок с повышенным уровнем платформы, чтобы горожанам было удобнее выходить и садиться в вагоны. Работа на особом контроле городских властей. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. Комфортная спортивная площадка и новое асфальтовое покрытие. На крайней 12 начали благоустраивать двор и прилегающую к нему территорию. С просьбой обновить внутридворовое пространство жители обратились в администрацию Красноглинского района. Спустя некоторое время проект по обновлению двора решили реализовать. Подробности в репортаже Ольги Павловой. И двор, и сад, и даже новое асфальтовое покрытие. Совсем скоро внутридворовую территорию на крайней 12 обновят. Здесь появится игровая площадка с безопасным резиновым покрытием и универсальный спортивный комплекс с тренажерами. Также здесь будет производиться ремонт внутридворового проезда, ограждение, урны, лавки будут установлены. С просьбой обновить внутридворовое пространство жители дома по крайней 12 обратились в администрацию Красноглинского района в 2018 году. Собрали необходимый пакет документов и встали в очередь. В этом году она подошла, проект по благоустройству двора решили реализовать. Помимо игровых зон здесь разместят клумбы с цветами, за ними будут ухаживать сами жители и заменят асфальтовое покрытие. Работу проведут в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Красноглинский район находится вдалеке от любых наших районов, город Самары. И здесь очень важно, чтобы в каждом дворе было благоустройство двора, чтобы и детки, и бабушки, и мамочки могли прийти отдохнуть, посидеть, пообщаться. Кроме площадки по крайней 12 в порядок приведут еще 5 дворов Красноглинского района Самары и порядка 50 дворов благоустроят во всех районах города. Работы уже ведутся. Закончить обновление территории планируют до 31 августа текущего года. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События. В Самаре ремонт Южного шоссе вышел на финишную прямую. Укладку асфальтобетонного покрытия на участке от Южного моста до кольцевой развязки с улицы Уральской завершат уже на этой неделе. Осталось отремонтировать подъездные пути и съезды. О том, как прошла ночная смена, расскажут наши корреспонденты. Долгожданный ремонт Южного шоссе завершен на 95%. Общая площадь участка, на которой нанесли новое асфальтовое покрытие, от Южного моста до кольцевой развязки улицы Уральской составила около 90 тысяч квадратных метров. Укладка асфальта проводится во всю ширину дороги. Чтобы не создавать неудобств для водителей личного и общественного транспорта, ремонт проводят ночью. На данном участке укладки используются два асфальтового укладчика, комплекс катков из четырех штук и порядка 20 автомобилей самозламных. Перед укладкой дорожное полотно отфлизировали, очистили от пыли и залили битумной эмульсией. За ночную смену две бригады по шесть человек уложили порядка 5000 квадратных метров дорожного полотна с использованием «ЩМА-16». Эта новая асфальтобетонная смесь предназначена для больших нагрузок. Трафик на Южном шоссе интенсивный. По состоянию на сегодняшний день осталось выполнить работу примерно на 1000 метров квадратных. Это непосредственно въезды и примыкания уже к основному ходу Южного шоссе. Подрядчик понимает всю значимость данного объекта и старается выполнить ее намного быстрее. После завершения работ на Южном шоссе установят межполосное ограждение, которое снизит вероятность возникновения ДТП. Этот участок дороги ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ольга Хамракулова, Никита Колосов, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Сегодня при создании новых современных производств внимание уделяется не только их мощностям, но и количеству вредных веществ, выделяемых в атмосферу. Один из главных двигателя строительных заводов России, ОДК Кузнецов, в конце прошлого года открыл новый гальванический цех и реконструировал множество других производств на своей территории, включая честные сооружения, чтобы обеспечить высокий уровень экологической безопасности. Как работает современное производство, оценил Михаил Ермоленко. Технические отходы 13 производственных помещений завода Кузнецов выводятся на эти очистные сооружения. Чтобы повысить экологическую безопасность, здание 1974 года постройки в 2020-м реконструировали. Поменялся процесс очистки воды, который на протяжении 40 лет оставался неизменным. Сейчас на предприятии применяют метод напорной флотации. Под давлением воды появляются пузырьки воздуха. Они смешивают в специальной камере и выбрасываются во флотатор, в котором наверх всплывает пена с тяжелыми металлами. После очищенной воды уходит у нас на блок до очистки, а вспененные тяжелые металлы фильтруются на фильтропрессах, спрессовываются и вывозят на полигон для дальнейшей утилизации. Сейчас вода в резервуарах очищается на 99,9%. Происходит это благодаря новому частично автоматизированному блоку до очистки. После прохождения цикла воду отправляют на проверку в лабораторию, где и выносят окончательный вердикт о ее насыщенности тяжелыми металлами. Использовать в производстве и пить ее нельзя, но для полива и помывки асфальта она вполне пригодна. При создании нового автоматизированного гальванического цеха на Кузнецове также учли новые требования экологической безопасности. До сих пор все опасные вещества вместе с водой отправлялись на очистные сооружения завода и затем на полигон. А сейчас жидкость из гальванических ванн проходит по замкнутому кругу, очищается и поступает на долив прямо в цехе. У нас существует четыре вида основных стоков, которые также полностью мы очищаем от загрязнений. Потом данную воду возвращаем обратно в производство. То бишь она не как в основных производствах, до определенных допустимых концентраций снижается и сбрасывается в канализацию, а здесь она полностью очищается, и эта вода оборачивается обратно в производственные процессы. Особое внимание проблеме экологии Самарской области уделил губернатор Дмитрий Азаров. В своем послании депутатам Губернской думы и жителям он призвал руководителей всех предприятий, представляющих опасность для окружающей среды, снизить негативную нагрузку на экологию региона. Завод Кузнецов – пример предприятий, которые уже воплощают указ губернатора. За последние годы объем неочищенных стоков, загрязняющих акваторию Волги, снизился на 16%. Качество жизни людей напрямую зависит от экологии. Все усилия по созданию комфортных городов и сел окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой мы живем. Воздух, воду, нашу красавицу Волгу. Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать долги. Благодаря жесткой позиции главы региона общий объем промышленных выбросов уже удалось сократить на 7 тысяч тонн по сравнению с тем, что было в области 5 лет назад. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. Эфир продолжит новости экономики. В студии Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В Петербурге на экономическом форуме прозвучало, что дальнейшая инфляция такими же темпами может привести к обесцениванию зарплат и социальных выплат. Насколько такой вариант развития событий реален? По мнению экономистов, это возможно, если не изменится бюджетная и денежно-кредитная политика государства. Но в правительстве планируют сменить курс. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 4 мая 73 рубля 26 копеек. Евро 89 рублей 26 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 71 доллар 20 центов за баррель. Глава Минфина Антон Силуанов на макроэкономической сессии Петербургского форума оценил ситуацию с инфляцией в России. Если будет продолжаться повышенный объем расходов, экономика придет к перегреву. Один из его признаков уже виден – это высокая инфляция. Сейчас в России она составляет около 5,9%, что может привести к обесцениванию расходов, денег, социальных выплат и зарплат. Очевидно, что и бюджетные, и денежно-кредитные политики должны приходить в свое нормальное положение. Иначе чем дальше, тем сложнее будет выходить из сверхмягкой политики, особенно бюджетной, заявил Антон Силуанов. Российская Федерация вновь попала в рейтинг наиболее привлекательных для инвестиций государств Европы. Исследования, результаты которого представят на Петербургском международном экономическом форуме, провели аналитики крупнейшей европейской компании. При этом показатели по абсолютному количеству прямых инвестиций в Российской Федерации снизились, отмечают эксперты. В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории Российской Федерации. Такое же снижение числа иностранных вложений зафиксировано и в отношении других стран. В среднем оно стало ниже на 21%. Минстрой Российской Федерации поддерживает позицию регионов, которые просят продлить действия программы ипотеки с господдержкой. Правительство рассматривает варианты продления программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Однако ее условия будут уточнены. Постоянно реализовывать антикризисные меры невозможно. Именно такой мерой была льготная ипотека. Поэтому сейчас рассматриваются вопросы об изменении параметров ипотечного кредитования. Правительство примет решение по данному вопросу в ближайшее время. Ранее вице-премьер Марат Хуснулин не исключил, что после 1 июля 2021 года в ряде российских регионов, в том числе и в Москве, могут не продлить программу льготной ипотеки. Он пояснил, что на ее фоне, а также на фоне снижения ключевой ставки до 4,25% годовых средняя ипотечная ставка в Российской Федерации снизилась до 7,36%. При этом граждане страны нарастили более 9 триллионов рублей долгов по жилищным кредитам. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы предотвратить инфицирование в 63-м регионе, продолжается вакцинация. Сделать прививку могут все, кому есть 18 лет. Если нет противопоказаний, продолжит Мэри Елчан. Ширим Надировой сегодня ввели первый компонент вакцины. Женщина работает педагогом дополнительного образования. Говорит, считает своим долгом сделать прививку и обезопасить тем самым не только себя, но и всех окружающих. В этом году мы выезжаем в профильную смену. Смена у нас творческая. Едем в лагерь золя. Так как мы будем работать вожатыми, пионервожатыми, я считаю, что каждый педагог должен, ну, долг такой выполнить, и у него ответственность идет сделать эту прививку. В 63-м регионе созданы все условия для того, чтобы людям было удобно проходить вакцинацию. Один из круглосуточных прививочных пунктов работает в Самарской городской больнице номер 4. Кабинет открылся в апреле этого года. Только в ночное время здесь привили свыше тысяч человек. И люди идут в любое для них удобное время, потому что график работы, какие-то жизненные ситуации у всех разные. И могут прийти и в 2 часа ночи, и в 5 утра. Очень многие люди приезжают у нас перед работой, наоборот, начиная с 6 утра до 8 утра. Для них это очень удобное время. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили более 411 тысяч жителей. Из них завершили вакцинацию более 332 тысяч человек. Продолжается вакцинация и в больнице имени Пирогова. Здесь прививают как пациентов, которые находятся в стационаре, так и медперсонал. Елизавета Бекетова – врач-невролог. Говорит, решила привиться, потому что на работе высок риск инфицирования. Каждый день медик сталкивается с огромным количеством пациентов. Прививку Елизавета перенесла хорошо. Я как медицинский работник абсолютно в этом уверена, что прививка окажет только благоприятные действия. Пункты вакцинации работают также в торговых центрах города. Маломобильных граждан по заявке прививают на дому. Прививка добровольная и бесплатная. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. Сегодня во всем мире отмечают День велосипеда. Праздник был установлен для признания значимости этого средства передвижения как удобного, доступного и экологичного вида транспорта. О пользе катания на двухколесном не устают говорить врачи. Как правильно подобрать спортивный инвентарь, какова его средняя стоимость и можно ли продлить себе жизнь, если каждый день ездить на велосипеде, расскажет наш корреспондент. Велосипед уже давно стал любимым средством передвижения самарца Алексея Басова. На нем парень добирается в любую точку города, объезжая пробки, не загрязняя окружающую среду, используя для здоровья. Алексей готов кататься на велосипеде сутками. Рассказывает, однажды совершил марш-бросок от Самары до Тольятти. На работу хожу пешком, но вот, допустим, куда-нибудь отдохнуть, это, естественно, на велосипеде, по магазинам 100% на велике. Потому что, ну, и быстрее, и вообще удобнее. Это как бы можно и стресс снять, то есть надел наушники, включил любимую музыку и помчал. То есть едешь, отдыхаешь от работы, от каких-то там своих забот, проблем. 3 июня во всем мире отмечают День велосипеда. Этот вид транспорта пользуется популярностью уже 200 лет. Специалисты советуют выбирать железного друга тщательно, чтобы не выбросить деньги на ветер. В первую очередь, учитывать такие факторы, как местность, по которой вы будете кататься, и манеру езды. Кроме того, важны вес и рост. Велосипеды бывают горные, трюковые, шоссейные и городские. Средняя стоимость велосипеда, если мы берем качественные бренды, это будут где-то начинаться взрослые от 35-37 тысяч. Подростковые где-то в районе 25-35 тысяч рублей. Шоссейные велосипеды, сегмент чуть подороже, будет начинаться где-то в районе от 90-95 тысяч рублей. Стоит отметить, что велосипед – это отличный пример экологичного городского транспорта. Нет выбросов, не требуются большие парковки, он достаточно мобилен, и на нем можно преодолевать большие расстояния. Кроме всего прочего, по словам медиков, тренировки на велосипеде помогают предупредить множество серьезных болезней, таких как проблемы с сердцем, диабет и рак. Это тот вид спорта, который дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это идеальная кардиотренировка. Эта тренировка укрепляет сосуды, укрепляет сердечную мышцу. Она прекрасно тренирует дыхательные объемы легких, укрепляет дыхательную мускулатуру. Это куча удовольствия, масса гормонов радости. Было недавно датское исследование, где было показано, что регулярная езда на велосипеде прибавляет человеку 14 месяцев жизни. Велоспорт не только поможет поддержать физическую форму, но и расслабиться и приятно провести время. Однако стоит помнить, что во время катания на велосипеде задействуется огромное количество мышц, что дает нагрузку на суставы. Поэтому существует и ряд противопоказаний. Например, воспаление суставов, проблемы с позвоночником, нарушенная работа вестибулярного аппарата или грыжа. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»